А у нас очередной гость, руководитель местного отделения общественной организации Татарский национальный центр Московской области, Феликс Жемалиев. Феликс, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сами многодетный отец, у вас пятеро детей. И вот этот благотворительный марафон, День защиты детей, что для вас этот день? Ну, во-первых, сам День защиты детей, это правильный праздник, который придуман, потому что все-таки внимания немножечко больше необходимо детям уделять. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, вот как предыдущий собеседник сказал, особенно детей не бывает, просто есть дети, есть вообще люди, которые нуждаются в помощи больше, чем кто-либо. Вот, и, соответственно, вот эти вот мероприятия, они не только оказывают помощь этим людям, этим детям, но также еще и объединяют окружающих, объединяют соседей, объединяют, просто дворы между собой объединяют. Поэтому я считаю, что такие праздники эти полезны. А в каких акциях принимает участие ваша организация? Я имею в виду, вот, по отношению к детям. Ну, различные. Мы принимали детей из Донбасса, мы совместно и с клоуном Алексом ездили тоже к беженцам из Украины. Вот. Ну, и плюс организовываем различные праздники. Совсем недавно вы принимали участие в акции «Возродим город-сад» вместе и сажали яблони, как раз-таки, как вот яблоневый сад в честь Васи Матавилова посадили в том году на марафоне «Благовидное». Также и вы сажали, но во дворе уже на ПЛК. Расскажите об этом. Ну, во-первых, и двор был выбран по определенной причине. То, что в этом дворе проживает человек, которому 3 июня исполнится 94 года, и он непосредственно участник боевых действий Великой Отечественной войны. Он видел своими глазами это все. И аудитория, которая, вы уже заметили, принимала участие, в основном это были мамочки и дети. То есть дети должны были видеть это все, дети, они все равно запомнят это все. Плюс подкрепится это все фотографиями. И, соответственно, здесь мы работаем дальновидно. Уже буквально через некоторое время во дворце спорта «Видное» начнется концерт благотворительного марафона. И у вас сейчас есть возможность всех пригласить туда. Да, я это с удовольствием сделаю, потому что я считаю, что мы каждый должны свою лепту внести. И хотя бы маленькую крохотулечку, чтобы не происходило обеднение души. И мы должны приходить на такие мероприятия, поддерживать их всячески. Не обязательно даже финансово, хотя бы даже своим присутствием. И кто чем может, как говорится. Большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Феликс Жемалиев, руководитель местного отделения общественной организации «Татарский национальный центр Московской области». «Татарский национальный центр Московской области»